Добрый день, дамы и господа! Сегодня мы будем обсуждать манипуляцию, которую очень часто используют нарциссы и с которой мы выросли в нашей жизни с малого возраста. Очень многие из нас страдали от этого наказания всю свою жизнь. Эта манипуляция не имеет ни границ, ни стран, ни национальностей. И, судя по моему опыту, профессиональному работе с моими клиентами, этим страдали все дети и подростки в любых странах. Мой бизнес широко развит в Америке. Я занимаюсь коучингом и психотерапией с клиентами по всему миру. И огромное всем вам спасибо за то, что вы есть и за всем моим новым подписчикам добро пожаловать на мой канал! Сегодня с вами я, ваш тренер, ваш лайф-коуч, ваш психолог и ваш помощник по выходу из токсичных отношений. Меня зовут Катя Васильева. Оставайтесь со мной. Сегодня мы с вами разговариваем про одну из самых страшных, самых неприятных манипуляций, которые очень часто используют нарциссы, люди с психологическими, психиатрическими расстройствами, такие как социопаты, психопаты, нарциссы, как я уже сказала. И даже люди, которые не страдают психологическими расстройствами, которые в данный момент не могут, которые, когда они используют эту манипуляцию, они или слишком злые, или не умеют себя контролировать, или не могут себя остановить вовремя. И чтобы не наболтать лишнего, или кто-то, может быть, и не хочет кричать, или кто-то, может быть, не умеет повышать голос, или стесняется повышать голос, такие люди обычно включают вот эту тактику. Это называется тактика молчания, наказание молчания. Эта манипуляция используется с раннего детства. Мы те, кто сейчас находится под гнетом нарциссизма, или психопатии, или еще какого-то расстройства со своим партнером, или другом, или родителем, Эти люди зачастую испытывали это наказание на себе с самого раннего детства. В этом видео я расскажу вам, как эта манипуляция работает, и как с нею бороться. К концу видео я дам вам пару советов о том, как противостоять данной манипуляции. Многие психологи, включая и меня, считают, это не только манипуляцией, а эмоциональным насилием. Когда ребенок вырастает в среде, где с ним никто не разговаривает, ребенок учится не разбираться в своих собственных эмоциях. Давайте вспомним по принципу NLP, и кто хочет заниматься со мной на частных сессиях, со многими своими клиентами я занимаюсь по принципу NLP, нейролингвистического программирования. Нейролингвистическое программирование говорит о том, как запрограммирован наш мозг с самого детства, и как мы сами с собой общаемся внутри, как мы ведем внутренний диалог. И когда ребенок растет, особенно маленький ребенок, ребенок воспринимает реальность, все окружающие его мир, со своей колокольни. Но давайте учитывать то, что в его колокольне нет никакого опыта. Ребенок не может правильно воспринять информацию, переработать ее как взрослый и выдать результат. Допустим, если я, женщина с самодостоинством, без всяких, допустим, скажем так, комплексов, вы начинаете меня игнорировать, молчать и строить мне глазки, типа дура, то меня это не заденет. Почему? Потому что я, как взрослый человек, особенно с моим образованием, с моим опытом, какой у нас у всех есть опыт, да, мы воспринимаем это и говорим, ну, слышь ты, лох, а что ты меня тут динамишь? Правильно? Ребенок так поступить не может. Почему? Потому что у ребенка, как я сказала, это колокольня, этот опыт, вот это все восприятие мира, это все очень ограничено, у него нет никакого опыта. Поэтому все, что получает ребенок, все знания, всю информацию, весь абьюз, все насилие, все на свете, да, то, что получает ребенок или то, что получали мы в детстве, это создает его реальность, это становится его правдой. То есть, если вам с детства говорят, ты дура, ты этого недостойна, ты такая, ты сякая, да ты кто такая вообще, да, да, слушай, там, отстань, или же даже молчание, есть одна из таких форм молчания, когда ребенок говорит что-то родителю, а родитель, потому что там он упал где-то на площадке, колготки испачкал, просто, понимаешь, и мать отворачивается высокомерно, мол, типа, тут мне вообще, она-то отворачивается показать ребенку, что она обижена, что ребенок упал с горки и порвал колготки, а ребенок воспринимает это, раз я пришла к тебе что-то сказать, а ты отворачиваешься, ребенок воспринимает это как эмоциональная дистанция, то есть, мои чувства, то, что я хочу сказать маме, обесценивается, то есть, для нее это абсолютно не важно, ни что я чувствую, ни что я хочу сказать, поэтому родителям зачастую, пожалуйста, люди, давайте держать свои вот эти взрослые тараканы при себе, потому что дети воспринимают наши гноры, наши вот эти все вот эти словечки совершенно по-другому, и дети не могут себя защитить, так же, как мы не могли защитить себя в детстве, поэтому, кто сейчас находится в отношениях с нарциссами и другими расстройствами психиатрического характера, девочки, пожалуйста, через НЛП и через работу со мной или с другим психологом, пожалуйста, вы можете познать, распознать и узнать и поменять свое представление о самой себе и свое представление о вот этих всех этих травмах и обо всем вот этом, что происходит в вашей жизни, что разрушает вас эмоционально, мы можем построить блоки и защитить себя от этого. Для этого и существует наука, для этого и существует психология, чтобы помочь человеку, и для этого существует коучинг. Life Coach ведет вас за руку и помогает вам разобраться со всем этим и наладить свою собственную жизнь, поменять мышление, поменять your perception, поменять ваше представление о жизни и о людях и построить себя заново, стать счастливыми. Хочу вам всем сказать, что на моем сайте changelive.solutions есть акция, и кто хочет со мной выиграть бесплатную бесплатную консультацию или пакет бесплатной консультации, пожалуйста, идите на акцию, вам подарок, заполняйте, там нужно заработать очки и потратить эти очки на сессию, поэтому приглашаю. Так, поехали дальше, да? Вот смотрите, человек, который вырос так, и с детства думал, что он никто и что он ничто, когда мы с детства игнорируем ребенка, ребенок это воспринимает как ненужность, это rejection, это отказ, я не нужен, меня не хотят, меня не любят, я недостоин, я плохой человек, я плохой ребенок. У ребенка начинается что? Или защита себя, да пошли вы все на три буквы, и вырастает ребенок нарциссом, или же он вырастает абсолютно неспособным защитить себя, неспособным понять, кто он есть на самом деле, этот человек, как личность. Личность не развивается в правильном, в правильном здоровом окружении. Поэтому, если мы с детства решили и поняли, и признали факт того, что мы говно, то мы и вырастаем, притягивая к себе таких людей, которые будут относиться к нам, как к нам относились родители. И самый парадокс здесь, то, что мы считаем, что это норма, потому что мы выросли так, в норме, правильно? Мы так выросли, раз к нам относились родители так, которые должны нас любить, значит, это и есть форма любви, значит, это и есть проявление любви, проявление воспитания, заботы о том, как я тебя воспитываю. Я вам гарантирую, если вы сейчас спросите своих пожилых родителей, «Мама, расскажи мне, пожалуйста, почему ты молчала? Почему, когда я плакала, рыдала, стояла на коленях, просила прощения, ты отворачивалась, давала мне, говорится по-английски, cold shoulder, холодное плечо, надменно на меня глядела? А зачем ты так делала, мама?» И мама вам скажет, «Я это делала, чтобы тебе было понятно, чтобы тебя воспитать, чтобы ты в жизни таких ошибок не делала. Лучше я тебя воспитаю, накажу, чем жизнь тебя накажет». Лично я, как психолог и как мать твоих взрослых детей, считаю, что лучше учиться у жизни, и никто никогда не будет учиться на ошибках родителей, на советах и вот на этом всем. Детей должна воспитать жизнь, а родители созданы только для того, чтобы держать их за руку и вести, и смотреть, чтобы они не страдали от совершенных ошибок, потому что дети все равно должны совершать свои собственные ошибки. Так они учатся жить правильно. И как я уже сказала, существует несколько видов разновидностей молчания. Вот мы с вами, кто уже уходит от нарциссов, чтобы избежать их пингов, это будет игнор. Почему говорят, что игнор – очень сильное наказание для нарцисса, потому что оно работает для него точно так же, как это молчание, игнорирование работало для нас в детстве. Поэтому во всех моих видео, во многих, особенно ранних видео, я говорю, что игнор – это самое сильное наказание и месть нарцисса. Поэтому, если вы уже, девочки, ушли, разошлись и так далее, блокируйте, просто блокируйте. Вам кажется, что вы выдержите, если придет какое-то сообщение про пинки и так далее и тому подобное, не выдержите. Нарциссы разрушат вас так, вы даже не успеете заметить. Поэтому, если мы ушли, пожалуйста, блокируем. Вот, потому что игнорирование – это одна из очень тонких и очень серьезных и очень сильных манипуляций и наказаний. смотрите, так как я сказала, мы уже выросли в этом все, мы это знаем и к этому привыкли, да, очень многие из нас, кто живет сейчас еще с нарциссами, нарциссы используют такое наказание, такую манипуляцию, как наказание. То есть, человек может с вами не разговаривать неделями или же месяцами. И, с другой стороны, подумайте, я живу с человеком в доме, который со мной не разговаривает. И что мы делаем? Человек, который в себе уверен, да, женщина без вот этих вот драканов в голове, она бы сказала, слышишь ты, мужик, муж, а ну-ка, а ну-ка, вали отсюда, что ты тут мне это, расселся? Ждешь ужина, ждешь компота, салями, тут еще тебе надо лифчики менять, одевать, хорошо для тебя выглядеть, а ты здесь будешь сидеть, свою рожу мне кривить на моем собственном диване, на моем собственном диване. Ну-ка, встал и пошел, отсюда, многие из вас так сказать не могут, почему? Потому что это молчание вы воспринимаете как наказание за что-то, и вот это за что-то, за что-то непонятное, или скорее всего даже за что-то самое маленькое, там вы улыбнулись кому-то неправильно, там вы опоздали на 15 минут, там вы не так котлеты посолили, или еще что-то, за что-то маленькое, вы начинаете чувствовать себя виноватыми, что добивается, что добивается нарцисс этим, он добивается тем, что вы начинаете делать что? Извиняться, или же плакать, или же кричать, или же скандалить, или же еще что-то. Так как я сказала, встал и вышел, да, пожалуйста, это не крик, это, знаете, это серый камень, а ну-ка давай-ка отсюда, я тут замки поменяю, пока ты в магазин сходишь, и до свидания, потому что на моем диване сидите и молчать, и ты не будешь. Вот, а вы начинаете, и я раньше тоже, мы начинаем сразу в голове тысяча мыслей, что я не то сделала, боже, да не может он на меня кричать из-за этой лишней соли, да нет, наверное, он на что-то другое злится, а ну-ка да, и у нас начинается это постоянная жвачка в голове, вот это что я сделала не то, почему так, почему, что я такая, почему я такая, и так далее, и мы начинаем отдавать нарциссу, что? Ресурс, опять-таки, в виде чего? эмоций. Очень долго я не буду рассуждать на тему вот этого эмоционального насилия, потому что бывает, конечно, мы все привыкли к тому, что люди кричат или оскорбляют, да, мужчины там, особенно в России и в странах СНГ, там матом ругаются, так что, боже, я когда езжу, я потом сижу, думаю, боже, как нужно вообще так разговаривать, я даже не поняла, о чем этот человек, вообще, что он говорил, потому что там из десяти слов девять было мата, да, ну, это, конечно, уже манера воспитания и класс и так далее, но очень многие просто, да, начинают жену унижать, и там, ты сука, и ты блядь, и ты шлюха, и ты то и все, во-первых, девочки, такие слова на свой адрес вообще не переваривать, вообще, даже не париться, слышишь ты, урод, а ну-ка, до свидания, и реально, меняйте замки, и реально, идите подавайте на развод, и реально делаем планы и уходим, но с этим мы работаем на частных сессиях, как я уже сказала, сначала нужно поменять понимание себя и представление мира, просто так уйти, хлопнуть дверью, когда вы не вылечили себя, не избавились от своих комплексов, вам будет очень сложно, вы не выдержите, поэтому сначала мы занимаемся собой, а потом мы чистим вообще свою жизнь, свое окружение, вот, и, ну, во всяком случае, такой я даю совет, так, конечно, смотрите, кому как более подходит, вот, и когда этот человек сидит, молчит, да, он что делает, он, он имеет контроль над вами, он имеет контроль над вашими эмоциями, этот нарцисс получает кайф, удовольствие от того, как вы себя чувствуете, он сидит на этом диване, попкорн жрет, смотрит кино, и это, смотрит, как вы там километры наматываете, как вас рвет на части, как вы начинаете то стирать, то мыс посуду, то роняете что-то, то еще что-то, то плачете, то уходите, то кривите лицо, еще что-то, это все девочки эмоции, серый камень, если мы включаем, серый камень, помните, это когда вас не то, что, не то, что вы не отвечаете, не реагируете, серый камень, это когда вы вообще этого не чувствуете, этой злости, этой боли, вот, когда вы перестанете это чувствовать, вот тогда это будет серый камень, а пока вы молчите и отворачиваетесь и кривитесь, он все равно видит, что вас это еще дергает, поэтому, сейчас я вам скажу, что я советую вам делать, и, ну, как советую, я могу поделиться только собственным опытом, и, как я сказала, сначала нужно навести порядок в мозгах, и, знаете, я бы советовала просто, ну, это очень сложно сделать, когда у вас нету гида, когда у вас нету помощи, потому что вы, мы, начинаем, как белка в колесе, одно и то же, жевать, 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 да, вот я тоже в этой книге описываю, что, когда ко мне пришло все это осознание того, через что я прошла, через что я, что я пережила, да, я, я, у меня не было достаточно знаний, и не было помощи, и не было какого-то человека, чтобы меня просто куда-то направил, поэтому я пошла в институт учиться психологию, если бы, может быть, у меня был коуч, а я обращалась там к некоторым подругам, а каждая подруга мне со своей колокольной советы давала, а у них не было такого детства, а у них не было такой жизни, а у них, может быть, была еще хуже жизнь, чем у меня, то есть их советы были чего, и опять-таки, помните, мир, мир каждого человека вращается вокруг его собственного эго, а эго состоит из чего? Из знаний, опыта, и восприятия мира. Вот, поэтому, конечно, я вам советую для начала вообще не реагировать, пока вы начали еще с собой заниматься, пока вы читаете статьи, пока вы участвуете в группе, пока вы работаете с психологами, не реагируйте вообще, просто когда человек молчит, ну пусть молчит, улыбайтесь, порхайте, делайте, что вам надо, только не делайте ничего для этого человека, не готовьте ему кушать, не ждите его к ужину, не делайте ему кофе, не ложитесь с ним в кровать. Знаешь, сегодня, вот ты молчал целый день со мной, вот, пожалуйста, иди, спи на диване, со мной ты спать не будешь, а если поднимешь руку, или откроешь руку, я вызову милицию, я тебя посажу. Ну, не знаю, во всяком случае, здесь можно это сделать, в Америке, конечно, и в странах Европы, Европы, женские права защищены очень хорошо, у вас, конечно, там беспорядок в этом плане, законы, конечно, ожидают быть лучшими, но, знаете, чего не ожидает от вас этот человек, он от вас не ожидает наезда, если вы всю жизнь терпели, если эта всю жизнь у него с вами срабатывала, то он не ожидает от вас реакции такой, слышишь ты, не ожидает, он думает, что вы будете бегать по дому, наматывать километры, и давать ему свою энергию, а ее давать ему абсолютно не надо, ну сиди, а где мой ужин, а что ты, а что ты со мной месяц не разговариваешь, и тебе что, ужин готовить буду? Ну, он иди в магазин, покупай себе ужин, я пошла в зал заниматься, мне на йогу пора, или я иду с девочками в театр, а ты вон сиди, давай, лох педальный, достали они, они не достали вас еще эти придурки, честно, не достало вас, как с вами люди разговаривают, в конце концов, сколько можно, почему, потому что мы опущенные, униженные и оскорбленные, с самого раннего детства, меня это злит, и вот когда я это поняла, когда я вообще это сама осознала, и я вообще-то сначала начала писать книгу, и потом, знаете, она получилась такая легкая, такая, ха-ха-ха-ха-ха-ха, да, росла девочка, лапшаки, стала такой, а потом такой, а потом я думала, а что я такой стала? И когда ко мне нахлынули на меня эти все воспоминания, девочка, у меня было 6 лет, извините, 6 месяцев депрессии, и я эту книгу писала почти 2 года, потому что я впадала в такие дичайшие депрессивные вот такие ямы, когда я вообще осознала вообще с кем я живу, с кем я, кто, это вообще, понимаете, и когда вы поменяете это, свое видение этих людей, и ощущение этого мира, и когда вы примете, что такое правда, что такое ваша правда, кто вы есть на самом деле, и какая вы, и какая бы вы были, если бы этого всего говна, извините меня, даже я не было, вот тогда вы измените свою жизнь, и тогда вашей жизни не будет больше нарциссов. Я вам всем желаю удачи, пожалуйста, подписывайтесь к моему каналу, жду вас на следующую премьеру, и вот здесь я вам повешу пару интересных видео, пожалуйста, посмотрите. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова